Здравствуйте, меня зовут Косолбайков Илья Гаврилевич, я учитель математики республиканского лечения интерната. Сегодня я вам покажу решение одной задачи номер 19 из единого государственного экзамена. Значит, может ли быть такое? А плюс С деленное Б плюс Д 7 девятнадцатых. Ну, понятно, что АСБД двузначные числа, то А плюс С не может быть равно 7. Оно не может быть равно даже 14. Так как сумма двухдвузначных чисел это не меньше, чем 20. Ну, если они различны, то... Так что этого не может быть. Тогда мы дробь 7 девятнадцатых можем записать, равную ей дробь, ну, скажем, умножим на 3, это будет 21,57. Ну, и теперь подумаем. 21. Если А 10 С 11, 21 у нас получится. А 5 А 7 сколько угодно. Можно 20, 37, можно 21, 36. Они тогда все будут различны. Тогда мы просто записываем ответ, что это возможно, если, скажем, А равно 10, все равно 11, Б равно 20, скажем, все равно... Сколько у нас получается 37. Вот один балл вы на этой задаче заработали. Так что бояться таких задач совсем не стоит. Хотя бы первую часть вы все можете сделать. А вторая часть у нас может ли вот этот дробь ровно 11 раз меньше, чем сумма вот этих дробей. Значит, если у нас такое существует, такие числа существуют, то у нас должно выполняться вот это равенство. Ну, все части умножим на БД, Б плюс Д, то у нас получится что? Получится 11 БДА плюс С. Это у нас равно БДА, это у нас равно БДА, это просто преобразование, которое вы все можете сделать. Раскроем скобки в обеих. В случаях, то у нас получится 11 АБД плюс 11 БСД. Я, чтобы было удобнее, А пишу впереди, потом Б, потом С, потом Д. Ну, чтобы потом удобнее это было. Тогда перемножаю, получается, АБД плюс, скажем, АД в квадрате плюс Б в квадрате С плюс БСД. Так, ну и давайте перенесем некоторые части налево. Ну, например, вот они подобны, поэтому я понимаю, что АБД я должен перенести сюда, чтобы упростить. Получится 10 АБД. Ну, давайте БСД тоже сюда можем перенести. Тогда у нас получится 10 БСД. И у нас останется тут АД квадрат плюс Б квадрат С. Так, дальше как же быть? Ну, я вижу, что тут есть АД и тут есть АД. А тут есть БС и тут есть БС. Тогда стоит сделать, сгруппировать так, чтобы они были вместе. Скажем, 10 АБД минус АД в квадрате. Я перенес это сюда. А тут, скажем, это перенесу сюда. Это будет мин... Давайте, Б в квадрате С это у нас осталось. Минус 10 БСД. Так, напрашиваясь отсюда, вынести за скобку АД. Тогда у нас останется 10 Б минус Д. А с этой стороны можно вынести БС. АД, тогда у нас тут останется Б минус 10 Д. Ну, и давайте внимательно посмотрим наши получившиеся выражения. АД положительно. БС положительно. Б двузначное число, значит 10 Б у нас больше, чем 100. АД двузначное число, но меньше, чем 100. Давайте я это запишу. 10 Б это больше, чем 100. АД двузначное число, но меньше, чем 100. А с этой стороны вижу, что Б меньше, чем 100. Так, как оно двузначное. А 10 Д это у нас больше, чем 100. И что же получается? Получается, что тут положительное, эта скобка дает положительное выражение. А эта скобка дает отрицательное выражение. И у нас получилось, что положительное число равно отрицательному. А это противоречие. Значит, такого равенства у нас быть не могло. То есть мы доказали во второй части, что у нас спрашивали, вот может ли быть дробь 11 раз меньше, чем сумма вот эта. Такого не может быть. Таким образом, дети, вы получаете по этой задаче, не очень сильно напрягаясь, два балла. Которые, конечно, вам очень будут нужны. Ну, часть Б, это считается, часть самая трудная. Ну, те, кто не очень уверен в себе, к нему можете не приступать. Зато решать другие варианты. Ну, а кто уверен, давайте посмотрим, что за эта часть. Вот так. Наименьшее значение вот этой дроби. При условии, что А больше 3Б и С больше 6D. Тогда что значит? У нас натуральные числа. А больше, скажем, 10. Ну, тогда понятно, что А больше или равно 11. Тогда аналогично можем сказать, что если А больше 3Б, А больше или равно, чем 3Б плюс 1. Следующее. И аналогично, С у нас больше или равно, чем 6D плюс 1. Теперь, сразу дети могут сказать, что если так, А меньше у нас 100, А меньше у нас 100, то 3Б плюс 1, меньше или равно 100. Меньше 100. Тогда Б получается меньше, чем 33. Ну, или, скажем, Б меньше или равно, чем 32. 32. Так, тогда вот это выражение. У нас что получается? Ну, давайте сразу перебразовывать. Это больше или равно, чем 3Б плюс 6D плюс 2, деленное Б плюс Д. Я пока это не менял. Б плюс Д. Ну, почему 2 получилось, это понятно, единица плюс единица. Так, теперь я перебразую это таким образом. Пусть это у нас будет 3Б плюс Д, тогда 3Д, и плюс 3Д плюс 2, а это Б плюс Д. И теперь буду делить по члену. Вот эту часть и вот эту часть. Тогда наше выражение будет равно, можно запишу здесь, это будет 3 плюс, плюс 3Д плюс 2, деленное Б плюс Д. Б плюс Д. Понятно, да? Так, ну и тогда, если это еще преобразовать, скажем, Б плюс Д у меня, Б меньше или равно 32. если я и Д больше 10. Д больше или равно 10. Понятно, да? Так, теперь тогда это у меня что будет? Это у меня будет больше или равно, чем 3 плюс 3Д плюс 2, а тут я возьму меньше Б, вместо Б, 32 плюс Д. Почему так получилось? Потому что Б меньше или равно 32, значит, я увеличил знаменатель, тем самым уменьшая наше число. Так, ну и таким образом мы можем дойти до ответа, что наше выражение будет больше или равно 158 деленное 42. Ну вот, если мы такие числа возьмем, то это называется оценка. Мы оценку сделали, нужно найти только пример. Ну и оказывается, подходят для примера, ну скажем, такие числа, как, скажем, 97 плюс 61 деленное 32 плюс 10. И это ровно будет 158 деленное на 42. Вот таким образом можно решать такие задачи. Спасибо. Ну мы еще раз с вами рассмотрим еще одну задачу на следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok